28 октября 2012 года на Змеевщине прошли выборы в парламент страны. Они, в отличие от предыдущих выборов Верховную Раду, проходили по смешанной системе. Избиратели голосовали за кандидатов по партийным спискам и за кандидатов по одномандатному мажоритарному округу номер 181. Наибольшее количество голосов с огромным преимуществом перед конкурентами на выборах в Змеевском районе получила партия регионов и Евгений Мураев, кандидат от партии регионов по округу номер 181. Из 60 582 жителей Змеевского района, имеющих право голоса, в выборах приняло участие 33 431 избиратель. Это 55,18%. 27 151 человек, это 44,82%, своим правом не воспользовались. В целом, по Украине явка избирателей на выборах народных депутатов Украины 28 октября составила 57,99%. Таким образом, жители Змеевского района оказались менее активными, чем в среднем граждане Украины. Голосование в районе прошло спокойно, организовано, без нарушений. Это отметили наблюдатели от ОБСЕ, посетившие многие избирательные участки округа. За партию регионов жители 181 округа, а это Харьковский и Змеевский район, отдали 37 461 голос, что составляет 45,84%. На втором месте Коммунистическая партия Украины с результатом 18,7%. На третьем – Всеукраинское объединение Батькивщина с результатом 14,07%. За кандидатуру Евгения Мураева проголосовало 44 205 избирателей, это 56,15%. Как же голосовали жители Змеевского района? Вполне ожидаемо, здесь за Евгения Мураева проголосовали 20 329 человек, что составляет 60,81 голосовавших. За партию регионов в Змеевском районе избиратели отдали 15 584 голоса, это 46,62% голосовавших. Больше всего за партию регионов отдано голосов в Боровском сельском совете. Здесь за партию регионов проголосовало 66,08% избирателей. Самые низкие результаты – это 39,81% в Шелудковском сельском совете. Но и здесь результат партии регионов в два раза выше, чем у ближайших ее соперников – Коммунистической партии Украины и Батькивщины.